всем привет давайте вот я вам покажу расскажу в общем как сделать самодельные тиски они будут вам очень выгодны если вы не можете купить себе обычные тиски вот для этого чтобы сделать нам тиски самодельный понадобился швеллер вот он такой вообще он больше ну в общем тут вот видите такой кусок он точно такой же как и этот только этот кусок я распилил и вот это вот в общем нам теперь не надо и от этого куска нам нужен только вот этот вот и еще я отпилил часть вот такую вот давайте сейчас я вам покажу размеры вот этот вот швеллер ну он длиной получается 7 сантиметров а шириной 6 те швеллеры этот он получается тут такой же тоже самый так и а вот этот вот швеллер он у нас так давайте другую сторону пока что было видно он 4 сантиметра у вас у нас вот вот это вот все лишнего она нам не нужно давайте я вам теперь вот все сгребу чтобы было понятно что же нам нужно для того чтобы сделать самодельные тиски нам для этого понадобились два маленьких болтика один такой большой болтик он будет служить ну в общем чтобы тиски закручивать и чтобы держать в общем вещь которую нам нужно будет там обработать или например ну в общем для работы потом вот такая вот пластмасс очка мне показалось что она будет нужна потом вот такая вот вот такой вот кусок вот железа пластина ну где-то я ее взял в общем все это я отпилил вот таким вот полотном вот видите его у меня хватило ну вот получается отпилить ну на три раза и она у меня вполне еще целое можно где-то разик где-то отпилить ну может быть немного отпилить ну так я вообще отпиливал не этой пилой а я отпиливал другой она была больше это у меня она вообще так для подделок чтобы делать вот дырки вот здесь вот есть а сюда потом нужно будет ставить вот этот вот но вот в этом месте я сначала сверлом просверлил вот здесь вот здесь вот но тут было очень легко потому что эта пластмасса здесь здесь просверлил本当 лет вот просверлил здесь просверлил здесь вот просверлил 10 просверлил здесь просверлил а потом взял и сделал резьбу с помощью вот такого прибора наверное Voyager как делать резьбу если знаете то в общем если не знаете я вам в общем покажу вот так вот в общем мы заезжаем туда вот так вот делаем резьбу не так гладко проходит поэтому приходится останавливаться и теперь в другую сторону вот и таким вот образом получается у нас в общем место в которое можно потом будет как сделать ну туда вот в общем поместить болтик вот как же теперь эти тиски но они вообще эти тиски они ну так если по цене прикидывать и не обошлись примерно в одно полотно и все но если так считать все остальное у меня она была ну допустим сверло потом вот такое вот сверло для того чтобы сделать как место чтобы ну как да делать эти болты вставлять потом вообще все у меня было пластмасска это чё швеллер можно найти кусок железки тоже можно найти в общем вам это все обойдется ну вот в общем купить одно наждачное полотно давайте теперь соберем наши тиски чтобы вы точно мне поверили что на самом деле не нужно пользоваться вот так вот я возьму сразу же вот этот болт вообще на этот болт на нем вообще почти практически все держится вот так и быстро закручу потом вот эту пластмасску вставляем ну наверное я ее сделал чтобы она ну как бы для удобства больше вот теперь вот эту вот часть от швеллера вот и так теперь нам осталось только одно это крутить болтики у меня даже на тот момент не было двух одинаковых болтиков поэтому видите этот минус а этот вот плюс болт вот так теперь другой отверткой блин вам как-то неудобно двумя разными отвертками ну зато хорошие удобные тиски теперь надо так и теперь вот в общем можно считать наши тиски готовы ну почему можно считать они уже готовы вот смотрите это вот место оно нужно например чтобы прикрутить его к столу например вот сюда вот я беру а внизу закручиваю чтобы ну как она хорошо держалась чтобы она посреди дороги никуда не падала потом еще вот это вот место оно нужно для того чтобы закрепить деталь ну например давайте я и вообще делал чтобы делать кольчугу вот у меня вот такая вот перчатка я вообще делал рубашку вот рубашку только из кольчуги а это ну как прикол в общем у меня носовой платок когда у него сморкаешься правда сопли на руке остается ну и ладно вот я на тот момент делал вот такие вот малюсенькие железочки ну круглышки потом в которых нужно было мне делать этим ну как когда берешь давайте я вот одну уберу здесь вот остаются неровности и нужно было постоянно и брать напильником зачищать с каждой стороны но ведь они очень маленькие плоскогубцами ими вот например держать там и работать это очень неудобно было ведь мне ну можно так сказать нужны были свободные руки а так я одной рукой держу другой пилю это было не совсем удобно и эффективно поэтому мне на тот момент у меня еще не было вот таких вот хороших чугунных тисков поэтому мне пришлось взять и сделать так сейчас на место положу мне пришлось сделать вот такие вот самодельные тиски ну давайте сейчас я попробую в общем что-нибудь закрепить сюда давайте вот например эту штуку давайте я к столу лучше закреплю чтобы было видно вот я внизу закручиваю вот она уже держится никуда не сдвигается теперь беру предмет который нам нужно будет закрутить ну как прижать беру и закручиваю закручиваю так но здесь будет неудобный момент ой задевает так вот именно об этом неудобном моменте закручиваем так сейчас чуть-чуть еще вот и закрутилась держится вообще отлично идеально и можем там например брать и напильником все это обрабатывать вот ну для этого всего мне понадобилось в общем в основном главные детали это 4 болтика и швеллер и швеллеры и все все что мне понадобилось вот смотрите какой какие у меня тиски вот кстати вот это место его можно использовать для того что как бы наковали например что нибудь положил и так тюк 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 и работаешь в общем например приплюснуть что-нибудь вот такие вот тиски смотрите и помните что здесь никакой сварки не нужно ведь здесь ну только в общем-то эффект прикручивания и все сварки никакой не нужно вот в общем то для этого вам нужен только лишь швеллер который можно найти и лавочка на которой это все отпилить и все вот такие вот интересные тиски очень зато когда вы будете работать будет приятно работать то что вы будете знать что вы эти тиски сами сделали и например к вам будет кто-нибудь приходить и будет спрашивать а чего у тебя такие тиски а вы будете говорить это же я сам сделал ну и другие люди будут завидовать вам если будут и самое главное это не стоит денег это все можно да даже полотно можно пойти и у сантехников попросить ну я например попросила у дяди андрея а 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 Продолжение следует...